Друзья, всем привет! Это мой влог о выступлении на новом турнире, который состоится через три дня. На этот раз я выступаю на турнире NPC в Теннесси, а сегодня я последний день в Лос-Анджелесе. С утра потренировал трех клиентов, и теперь вот у меня окно, чтобы самому потренироваться. И после этого я поеду в Даунтаун потренировать еще одного клиента. Это вход в Голдс. Вот, кстати, промо к новому документальному фильму «Арнольд», который сейчас показывается по Netflix. Так что, если у вас есть доступ к Netflix, рекомендую, посмотрите, интересная штука. Арнольд, кстати, сегодня он новое интервью какое-то дает. Все, пойдемте внутрь. Ну что, сегодня у меня тренировка рук. Обычно, когда остается немного дней до турнира, то я тренируюсь каждый день. И начнем мы со сгибаний в нижнем блоке. Важный момент в тренировке бицепса – плечевая кость должна быть приподнята. То есть вот такие движения. Даже если у вас сгибание, как у меня сейчас, с нижним блоком, то все равно можно приподнимать немножко локти, проворачивая в плечевом суставе руки. Поменял одну футболку «Аполлон» на майку «Аполлон». Да, это компания, которая меня поддерживает не только добавками, но и в принципе во всем. Так что, если вы сейчас ищете какой-то хороший, качественный бренд «Спорт Пита», это как раз то, что вам нужно. Отличный выбор. Оставлю ссылку на их сайт в описании под этим видео. Можете получить дискаунт даже. Делаем следующий. Турнир, на котором я буду выступать – это Qualifier IFBB Pro. Но как только я прилетел в США, для меня было важно получить эту IFBB Pro-карту. Сначала я сделал турнир «Масл Контест», который дал мне право выступать на NPC. И вот теперь на NPC я должен занять первое место, чтобы получить Pro-карту. Так что, я стараюсь балансировать, быть уверенным как бы в своих силах, но в то же время не быть заносчивым. На самом деле, главное – сделать просто то, что от тебя зависит. А то, что от нас не зависит, а что об этом переживать? Поэтому я считаю, что даже если я знаю, что я сделал все от меня зависящее, то я уже доволен. Так, надо пить. Пить много. Лечу я сегодня. Сегодня ночью в 12.15. Лечу в 6 утра я в Чикаго. Полтора часа у меня стыковка. И дальше лечу в Теннесси, Читануга. Надеюсь, я правильно произнес название. Читануга, Теннесси. Это штат, в котором проходит турнир. Я использовал его вообще-то. Да, серьезно? Ну, я могу поменять, ничего страшного. Сделаю что-то другое. Уверен? Да, конечно. Окей. Идем в другое место. Как дела, чувак? Как дела? Хорошо? Ты не против, если я здесь размещусь? Эй. Нет ничего лучше олдскула. Старые добрые сгибания с опинацией. Не могу сказать, что это все, что вам нужно. Но это важно. Небольшая проблема, которая у меня была с прошлого турнира, который был месяц назад. Я должен был оставаться на низкой углеводке. Я подустал, честно говоря, быть постоянно голодным, ложиться в постель каждый вечер голодным. Но, надеюсь, с этим будет покончено в эту пятницу. Я, наконец, могу не то, чтобы есть прям все, что хочется, но хотя бы не буду голодным. Буду есть столько риса, сколько больше риса, короче. А не вот эти вот несколько унций, там 60 грамм. Последние две недели, получается, дней 15, я ел 150 граммов батата с утра готового. А по приемам пищи у меня белок в каждом приеме пищи и 100 граммов риса готового в двух приемах пищи. То есть, получается, 60 граммов риса из этих приемов пищи, плюс завтрак. Итого, получается, где-то в течение месяца я ел по одному грамму углевода на один килограмм своего веса. И это немного, скажем так, для парня, как я. Я был голодный. Ну, ничего. Если это то, что нужно сделать, значит, никаких соплей, никакого нытья. Подписчики, которые давно еще на меня подписаны, еще со времен моих соцсетей в Украине, они знают, что раньше я выглядел по-другому. И сейчас у меня такой, можно сказать, прорыв в форме. И подписчики спрашивают меня, что произошло, что больше всего изменилось. И ответ на мой вопрос... На самом деле, это много штук, а не что-то одно. Конечно, в большинстве своем люди сразу говорят, а, это все, это все форма, это все химия. Просто там она лучше, чище. И вот поэтому ты, Леха, и стал таким большим. Я всегда... Я не хочу играть, разыгрывать святошу. Я всегда признавал, что принимал препараты. Не могу сказать, что здесь они чище. Иногда можно попасться на какую-то гадость. И может быть фейк, хотя бренд тот же самый, который ты покупал раньше. Всегда все может... Всегда что-то может пойти не так. Но, наверное, в общей своей массе меньше фейка здесь. Скажем так. Меньше грязи, меньше джанка. Ну, а больше всего, наверное, что изменилось, это... В Штатах, я имею в виду. Это мое состояние. Психологическое состояние. У меня настолько меньше стресса сейчас. Моя семья здесь со мной, мои дети ходят в школу. Моя жена... Все хорошо, она беременна. Скоро у нас будет еще один ребенок. И клиенты, работа. В общем, все... Все устаканилось. И все спокойно больше стало в моей жизни. Я стал просто увереннее в будущем. И стал... Было расслаблено и спокойно. И это позволило мне в целом достичь лучшей формы. Я не ложусь в постель со стрессом, без сна. Переживая, как обеспечить семью или там еще из-за чего-то. Вы знаете, как это все происходит. Неважно, где ты находишься. Всегда... Всегда нужно стрессовать. Нужно переживать на работе, бизнес, в офисе. Здесь, в Лос-Анджелесе, вот после первых пяти-шести месяцев, как я сюда приехал, все успокоилось. И теперь все тише. И я больше помогу получать удовольствие от тренировок, от... Питаться более регулярно. И еще одна штука. Это тренер. Я нанял тренера, Влад Сухоручко. Он выступает в открытой категории бодибилдинга. На Олимпе выступал. Конечно, у него очень много знаний. И он помогает мне, консультирует меня. И это очень важно. Неважно, насколько ты думаешь, ты там осведомлен. Все равно всегда полезно обратиться к более опытным ребятам. Возможно, лучше питание, лучше пища здесь. В общем, все. Все по чуть-чуть. Много переменных в этом уравнении. И все важно. Так, еще один сет. И будем трицепь сделать, наверное. Нужно поглядывать на время. Как дела, чувак? О-оу. Что, эта штука включена? Все, закрывай свой рот. Никаких секретов. Да что? У нас никаких добавок, никаких препаратов. Все на тураха. Да, еще... А, ладно, не буду говорить. Залетаешь? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда я тренирую трицепс, я стараюсь думать о том, как я разгибаю руку в локте. Вместо того, чтобы толкать от себя, например, ручка, да, верхний блок, вы толкаете ручку, держась за ней руками, вниз толкаете ее. Вместо этого я думаю о том, как я разгибаю руки, иногда это даже значит, что локти уходят назад, складываются в книжку и разгибается рука в локте вниз, вдоль корпуса, получается. Сегодня я испытываю жажду, прям, не нужно себя заставлять пить, хотя пью уже очень много, напиваю непонятно вообще, как это происходит. Иногда так тяжело придерживаться плана и делать то, что тебе нужно для подводки, а иногда это то, что тело просит. Главное все равно делать, нравится, не нравится, все равно делать то, что нужно по плану. Попробую всю стопку. Все еще могу. Так, ну что, нужно двигаться дальше. Следующий клиент у меня в центре, так что увидимся чуть попозже. Пока. Out. Так, съездил в Best Buy, купил себе Air Fryer здесь и рисоварку, чтобы можно было самому себе готовить из гостиничного номера. Эти несколько дней перед турниром. Очень важно знать, что ты помещаешь в свое тело. Конечно, некоторые говорят, о, можно просто пойти в продуктовый и там купить готовую грудку или готовый рис уже вареный. Но на самом деле вы никогда не знаете, что они туда еще кладут. Сколько соли они туда кладут, сколько масла и какого масла. Поэтому, если вы серьезно к этому относитесь, то, конечно, готовить нужно самому себе, особенно эти дни. Мой дружбан Юра, только приехал из Лос-Анджелеса, прилетел в Теннесси из Л.А. Просто, чтобы меня поддержать. Да. Короче, сейчас его зачекинем сюда, в тот же Мариотт, где и я живу. А вот здесь, через дорогу, у нас конвеншнл-центр, где и регистрация будет. И, судя по всему, и сам турнир тоже там. Так что, регистрируем Юрку. Да, Юр? Потом поедем в продуктовый. О, неожиданная встреча. Так, смотрите, что у меня здесь в корзине. Короче, рисовые диски, немного подсоленные. Сейчас мне это нужно. Это стейки, Нью-Йорк. Две штуки. На сегодня рисовые диски на завтра, кстати. Перед турниром, перед самой сценой, чтобы запампиться, я на рисовые диски мажу немножко ореховой пасты и вот джема, чтобы быстрые углеводы получить. Вот это все на завтра. Джем, ореховая паста и диски. Еще я закажу пару пончиков, на всякий случай, завтра, для той же цели, перед сценой, чтобы запампиться. Здесь у них их нет, так что придется заказать. Это самый обычный рис басмати. Буду его готовить в своей новой рисоварке. Это у меня куриные грудки, спаржа. И в общем-то все, все, что мне нужно на эти дни и на завтрашнее утро. На завтрак у меня еще будут яичные белки и овсянка, без ничего. И больше не буду есть ничего уже в день турнира. Еще нужно будет купить обычные колы с сахаром. Но здесь в Whole Foods колы не продают, так что нужно будет в другом месте купить. Так, а вот как справляется с работой мой Air Fryer. Сейчас вам покажу. Вот так выглядит стейк. Вот смотрите поближе. Очень маленький гаджет. Очень удобно с ним. На самом деле он может даже вместиться в чемодан легко и можно с ним летать. Транспортируемый, скажем так. А рисоварка, конечно, покрупнее. Вряд ли влезет. Доехал до зала. Промоутеры турнира в коллаборации с Gold Gym, поэтому бесплатно предлагают участникам турнира потренироваться эти дни. Всего в пяти минутах от гостиницы, так что очень удобно. Посмотрим, что у них есть. Не так, чтобы у него много, что было нужно сейчас, но все же. Конвеншнелл центр. У нас зал A. Я думаю, в самом конце, скорее всего. Выглядит круто. Как дела? Ну, а мы виделись в гостинице. Да, 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 точно, я помню. В общем, дали мне мой номер, 129. Замерили вот здесь. Да. В общем, 189 сантиметров у меня, 6,25 в американских пунктах. Я не знаю, сколько у меня соперников в классе, потому что регистрация завтра в 8 утра. Это немного необычно, но ничего страшного. Похоже, что на сегодня здесь все. Теперь у меня в 7.45 грим. В общем, все легко. Похоже, что эти ребята давно этим занимаются. А вон Юра. Двойной бицепс. О, да. Так. В общем, первый слой грима нанесли. Оставили руки и лицо нетронутыми. Но вообще, очень такой светлый тон. Тяжело даже заметить, есть на мне грим или нет. А вон там, кстати, Робин Чанк сидит. А на улице ливень. Прям штормовой какой-то. Давненько в Калифорнии я не видел таких сильных дождей. Так что пойду посмотрю, как выглядит сильный ливень. Главное, чтобы не размыло мой грим. Аккуратно надо. Да, рискованно. Вот так. О, да. Льет сильно. Чатануга, Теннесси. Вот так-то. Так, ну что. Вот и все. Сегодня тот самый день. Ноль дней до. Выхожу из гостиницы. Сейчас нужно забрать Юру. И пойдем на мой второй слой грима. Официальный чек-ин будет сразу после него. Восемь. То есть получается грим в 7.45 и в 8 регистрации. В 9 начинаются все мужские категории. Открытая категория классик физик и потом мэнс физик. После всех этих больших парней. Так что, я думаю, грубо. Где-то в часов 10-30, в 11 я уже буду на сцену выходить. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Так что, немного расстроен, разочарован. Я не видел фотографии или видео со сцены. Тяжело оценивать объективно конкурентов, когда ты с ними на бэксейже просто стоишь рядом. Нужно увидеть фото и видео сравнений. Но это опыт. Хотя, наверное, все так говорят. Когда они не занимают хороших мест. Наверное, клише это все. Что еще могу сказать сейчас? Я сделал все, что мог. Тяжело подумать о чем-то, что я бы мог сделать по-другому или лучше. В рамках этой подготовки, где можно было добавить. Хотя, всегда есть куда добавлять, конечно. Ну, это мой первый опыт на уровне национального американского турнира. На самом деле, о чем я сейчас подумал, нет, не было же ни одного чемпиона, даже среди легенд. Когда-то в каком-то пути своей карьеры они же занимали, там, шестое, десятое. Ронни Колман, Дориан Йейтс, я не знаю, Кевин Левронь, они все, начиная свою карьеру, они занимали какие-то низкие места. Так что я думаю, что все, наверное, через это проходят. Просто нужно принять это как есть, пропустить это через себя, вынести урок. Что бы это ни значило, я должен, должен решить, что делать дальше. Может быть, перегруппироваться и пересмотреть свои приоритеты. А пока на этом все. Нужно все равно прийти вечером на финалы, для того, чтобы постоять на сцене, пока будут судьи тусовать еще топ-6 и определяться, кто первый, кто второй, кто третий. Короче, всех обнимаю. Все, кто поддерживает меня, каждого из вас, кто симпатизирует мне. К каждому, кто чувствует меня сейчас. На этом все. Эй, как дела, Ютуб? Короче, неожиданное, незапланированное включение в 3 утра. Я решил сделать немного кардио перед тем, как возвращаться домой. Не знаю. На ужин у меня была довольно тяжелая еда. Не так, чтобы супертяжелая. Но кардио решил сделать. Возможно, если честно, не это было основной причиной. Просто мне показалось, что мне нужно было сделать это ночное кардио, чтобы прочистить мозги после того, что произошло, просто перезагрузить себя. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, сидя здесь посреди ночи один. Знаю, что я сделал правильную штуку. Физически чувствую себя лучше и психологически тоже. Короче, теперь буду идти в дайнер, здесь рядом работают 24 часа. Поем чистый завтрак какой-нибудь. Вернусь в гостиницу, разбужу Юру, приму душ и поедем в аэропорт. Еще одна причина, почему я это кардио сделал, я хотел сразу вернуться к работе. Не хотел ждать, я не хотел засрать свое тело, извините, много набирать вот этой воды и жира, как распирает после турнира. Знаете, я не имею в виду, что хочу вернуться сразу к подготовке, к новому турниру. Вот это вот все, через 2-3 недели выступаю. Нет. Для меня просто очевидно стало и было видно, что я средний был в лайнапе. Это поэтому не имеет особого смысла опять стремиться сейчас выскочить на сцену и рассчитывать на какую-то удачу просто, что повезет или не повезет, приедут ли сильные соперники или посмотрят, или, может быть, судьи как-то на меня под другим углом посмотрят и кому-то в этот раз я понравлюсь из среднестатистического уровня, скажем так. Когда ты середнячок, то это просто рандомный выбор какой-то. Поэтому нужно сделать очевидные изменения со своим телом, убедиться в том, чтобы я хотя бы на 3 уровня, я не знаю, выше остальных своих соперников. Я не хочу возвращаться на сцену и быть середнячком, как я был вчера. На этом уровне я, к сожалению, такой, середнячок. Поэтому нужно взять перерыв, но правильный перерыв. С хорошим, качественным, чистым набором. А это подразумевает работу. Так что это и есть та работа, к которой я возвращаюсь. Вот что я имел в виду, когда сказал, что хочу сразу вернуться к работе. Так что на этом все. Выступал вчера, прошлым вечером. Сегодня утром возвращаюсь в Лэй. Пока иду сейчас в дайнер, вот там вот на перекрестке. Вот там вот он находится. Я не знаю, видно вам или нет. Скушаю хороший, чистый завтрак и яичные белки, наверное, с овсянкой. И дальше все по плану. Оу, ну что, все, я в Лэй. Моя жена Оля встретила меня. И все хорошо. Что еще хотел сказать? Еще одна причина, почему, и, наверное, самая важная причина, почему я не планирую выступать вот прямо сейчас сразу, дальше, потому что мне нужно позаботиться о чем-то очень важном. Наш ребеночек, да, совсем скоро, через неделю или максимум две недели он должен родиться, поэтому мне важно быть рядом с женой и поддержать ее сейчас в это время, быть поддержкой. Поэтому нужно сделать это сначала и не делать никакую подготовку параллельно с этим. Вот и все. Так что увидимся попозже. Ну что, сегодня с утра приехал в Лэй. Ну и знаете, как все происходит. Распаковал чемодан, запаковал свою тренажерную сумку и приехал Голдс. Просто пустую потраченное время, если не воспользоваться вот этим набором после турнира, когда тебя просто наполняет, мышцы разрывают изнутри от углеводов. Наполняешься просто очень быстро. Я по-любому должен был это сделать. Ну еще и тренер мне, конечно, об этом сказал. Настойчиво порекомендовал мне это сделать. Поэтому я решил, что это будет хорошая идея начать это видео в Голдс и закончить его тоже через несколько дней в Голдс. Это как маленькая жизнь. Четыре дня спустя. Жизнь длиной в четыре дня. Эмоции, вверх-вниз, надежды. Что-то в чем-то разочаровался, что-то пересмотрел. Новые приоритеты. В общем, все как в жизни, но в меньшем масштабе времени. Надеюсь, вам, ребят, зашло это видео. Оставайтесь на связи. Будут еще ролики. Все, всех обнял. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»